Мы обсуждаем сейчас о том, как складывался капитализм. Капитализм это предпринимательство. Наше предпринимательство складывалось из трёх основных направлений. Номенклатурные приватизации, которые типичный представитель Михаил Борисович Ходорковский. Дальше, это легализация теневых капиталов, бандитских структур, общаков различных, которые легализованы были в ряде кооперативов, в ряде индивидуальных трудовых действий, потом в крупных корпорациях. И это легализация наших цеховиков. Три составные части. Не марксизма, а российского капитализма. Что легализовал Ходорковский? Что легализовал Ходорковский? Ходорковский это типичный представитель номенклатурной приватизации. Понятно. А Сергей Ирванович Кургинян? А какое он имеет дело предпринимательство? А экспериментальный творческий центр. Слышали? А что это? Такая богатая организация? У меня есть юбка. Так смешно. Вот под научно-исследовательские программы Сергея Ирвановича Кургиняна в свое время Московский городской комитет партии выделил здание. И он их научными программами занимается. Одно здание или несколько? В одном театр, который он и работает, а в другом на учрежденческой церкви. Я все понял. Слушается дело Сергея Кургиняна. Нет, нет, нет. Слушается... Подождите. Слушается дело о номенклатурной приватизации. Номенклатурной. В которой участвовал Кургинян. Легализация теневых капиталов и строительство криминального капитализма в России. Мишель Леонтьев через ваш театр проводил кооперативные договора. Да. Не зарабатывал на этом деньги, делился с вами. А вы его крышевали. В каком смысле я его крышевал? Ну так получали процент за то, что давали ему крышу. Откуда вы это знаете? Из собственной истории. Николай Карпович, я работал с Мишель Леонтьевым по одному из договоров. То есть вас тоже крышевал? Ну да, и меня тоже. Давайте я назову еще кого. Давайте назовите. Коголовского. Да. Щедровицкого. Правильно. Петра Щедровицкого. Татьяну Толстую. Так. И всякое прочее. То есть вы всех людей, которые работали в моем научно-исследовательском центре, называете криминалом? Нет. А как? Это вы называете? Нет, я не называю. Это вы называете? Сергей Иванович, не надо меня путать. Я сказал, что Владимир Семенович абсолютно правильно отметил, что в стране состоялась номенклатурная приватизация. А я ответил, что да. Но помимо Ходорковского, который получил банк, был Кругинян, который получил как минимум два страна. А также люди, которые получили квартиры. Да. Но это не было номенклатурная. Все это вместе номенклатурная приватизация. Нет. Квартиры это не номенклатурная приватизация. А потому что люди получили равные права. А вы получили отдельное постановление горкома партии или кого там. Горского партия? А я и bill disappearing. Вот город полкома. И что? То есть каждое постановление это номенклатурная провансия. Каждое. Если постановление в райисполкома вам отдавали на общенародную собственность, это номенклатурная превъillion. А кто мне отдавал общенародную собственность? И с полком. В каком смысле? Ничего не отдавал. Он мне передавал здание на баланс. А это не то же самое? Абсолютно не то же. Если вы этого не понимаете, то вы просто уже странный человек. Я это точно понимаю. Нет, вы это не понимаете. Это было сделано в 87-м году. А вот когда Гайдар заявил, что все, у кого есть здание на балансах, обязаны их приватизировать, это было другое. Но только я этого не сделал. Вот в чем все дело. Здание на балансе, это есть собственность. Потом мы все-таки разделяем...